Мы приветствуем Веру. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри, визуально что-нибудь есть, что-нибудь мешает. У меня самокат в руках. Самокат. Вера, откуда у вас самокат в руках? Ой, не знаю. Отправляй его в клетку-тюрьму. Хорошо. Даю команду. На еще три. Скэнер сканирует пространство над головой Веры, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Веры, находит все. От самоката выстраивается каналы к ответственным, притягивая в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Демон. Демон. Хорошо. Какой демон? 13-й. Еще кто-нибудь есть? Нет, все чисто. Хорошо, Демон. Что ты делаешь в этом биополе? Самокат я дал для ускорения. Одной ногой отталкивается, передвигается. Но это мне понятно, как действует самокат. Я говорю, что ты делаешь в этом биополе? Я не в биополе. Только самокат собирает энергию, я захожу, вытаскиваю. Если бы ты не находился в биополе, я бы тебя не притянул. Ты связан с самокатом, самокат связан с ней. Таким образом ты связан с ней. Логика понятна? Да, но я постоянно не нахожусь в ней. Хорошо. Отпускаю ее, а она возвращается. На что ты зашел? На какую частоту? И как давно ты находишься в этом биополе? В биополе три недели. Хорошо. И на какую частоту ты зашел? Что она делала? Он показывает место ее работы. Он там обитает. Он ей выдал самокат. То есть это на работе дал ей этот самокат, и там был какой-то крик, какая-то энергия, которая притягивает демонов? Или ты просто обманом вошел в ее биополе, и она ничего не делала? Она вырабатывает энергию. Какую? Да любую. Любая душа вырабатывает энергию. Я спрашиваю, какая деструктивную энергию, патогенную, низкоаберационную энергию она проявила, что ты ей дал этот самокат. Не понимаешь, или ты мне сейчас отвечаешь? Ну, это неважно. Он переработает эту энергию в ту, которая ему нужна. Она как батарейка, он показывает, что он ее сразу заметил. Она может вырабатывать энергию и знает, где ее брать. А это хороший накопитель. Поэтому у нее самокат. Ты не видел у нее защиты, не видел у нее меркаба, не видел никаких манифестов, не видел в ней? Так я же не зашел. И я ей самокат предложила для быстрого передвижения. Она не отказалась. И как эта передача самоката произошла? Во сне или где? Я рядом его поставила, она взяла. И как она могла избежать твоей подключки? Поставлю вопрос по-другому. Не брать артефакты. Она его даже не видела. Ты на астральном плане подошел на работе, она взяла артефакты. Ты мне это хочешь рассказать? Вера, может поставим? Ладно, чуть-чуть магии применил. Вот. Уже чуть-чуть магии применил. Ну хорошо. Заворожил ее. И ты считаешь, это... Так же вы говорите. Мы говорим по-другому. Мы говорим, что за наши поступки нам надо отвечать. Точно так, как тем надо отвечать, с кем мы имеем дело. Но если я сейчас достану энергию царя Соломона и применю немножко своей магии, что у тебя останется? Скажи-ка мне. 13-ти герцовый демон. О, это нехорошо. Будет ли это правильным? Неправильно, конечно. А как ты думаешь, будет ли это правильно? Я свободный демон. Ты свободный демон. Если ты свободным демоном хочешь оставаться, ты должен заблюдать какие-то все-таки правила. Она не дала тебе никакого повода, ты вошел обманом. Именно об этом говорю. Я бы тебе ни слова не сказал, если бы человек ругался, кричал матом, занимался черной магией, проклинал всех вокруг себя. Я бы ни слова тебе не сказал, но здесь ты зашел обманом. Поэтому я тебе говорю, на все есть свои границы. Или ты придерживаешься этих правил, или у тебя начинаются проблемы. Понимаешь, о чем я говорю? Ладно, буду далеко от нее держаться, но я ее вижу. Я тебе просто рекомендую держаться от нее подальше, потому что если при следующей проверке я вытащу опять какой-то самокат или тебя, то в следующий раз я просто от угроз перейду к действиям. Это будет уже второе и последнее предупреждение. Правила ты знаешь, поэтому прислушайся, я тебе это очень рекомендую. Сейчас начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии веры спроецировать все энергетические и сферические каналы к этому демону и его самокату. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены и низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к вере. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается назад мощным потоком. От нее идут энергии магии, такие липкие, которые ее очаровали, сковали. Понятно. Готово. Устанавливали фильтр от золотой сеточки на эти каналы. В порядке реверса Вера забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, возвращает Вера себе обратно. Пошел мощный поток. Есть. Хорошо, что-нибудь осталось, кроме этого самоката в биополе? Вера, демон. Да, осталось. На руках, ногах? Подключка на пятке. Какая-то пятка. Нет ли... Придерживающаяся самоката. У нее на пятке существует боль. Не связана ли с тобой, случайно, демон? На обоих пятках подключка. Как его больше пользует, такая иноид. Хорошо, выходи, вытаскивай все, что я оставил, возвращайся назад, приступай. Готово. Даю команду на рассинхронизации Веры с демоном его самокатом и этими подключками в ногах. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаю Вере внутренний белосвет и лимсветом на выдалит и все все негативные патогены низкой аббрационной остаточной энергии на частотах интерферента. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. А есть шарик. Открываю воронку в галактическое дро, под ним уходит на переработку. Закрываю печаток, растворяю, даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Вере отключить все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое дро, каналы уходят на переработку. Закрывая печаток, растворяй. Под самокатом, открывая воронку в галактическое дро, уходят на переработку. Закрывая печаток, растворяй. Итак, демон, мы закончили. Это первое и последнее предупреждение. Ты меня услышал. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Уходит на свою частоту. Закрывая печаток, растворяй. Он говорит, самоката зачем выбросил? Маленький был блестящий. Это оружие преступления. Мы все уничтожаем. Все, что применено при магии, тем более. Нашел. Ну и все. Готово. Хорошо, давай заправим Веру энергией. Посмотрите, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации? 370 и 24. На 4 макушку головы Веры начинает поступать 7 высокоабрационных потоков по 370% каждые 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые цвета. Начинает поступать мощность потоков усиливается. Чистота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Вера, посмотри, Меркаба видна? Нет, я не вижу Меркаба. Хорошо, Вера. Я просто вам напоминаю, что если вы не будете выставлять защиты, защиту Меркабы, например, и так далее, все, которые мы вам даем, заправку энергии, сброс негатива, эта история никогда не закончится. Без вашей активной работы. Для фторкетаризации энергии Земли и космоса это воссоздание защитного каркаса в ее биополе. В биополе Веры активируется Меркаба. 1, 2, 3. Меркаба активирована. Готово. Хорошо, Вера, как вы себя чувствуете? Сейчас лучше. А пятка болит еще? Здесь пока ничего не болит. Энергии много прекрасных вокруг меня. Направляете свою родную энергию в больную пятку. И представляете, как эта энергия сжигает всю эту боль, выдавливаете ее из себя и заправляетесь энергиями. Поднимаете вибрации и активируете Меркабу. Это наше. Обязательно продолжу работу над собой. От этого зависит ваше самочувствие. Если вы хотите себя хорошо чувствовать и спокойно, без сущностей, требуется ваша активная работа. Будем возвращать вас. Для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Веры в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел прием. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин